всем привет ребята с вами ник-найк и сегодня я вам расскажу о эйрдотсах думаю вы были наслышаны в интернете о этих очень классных наушниках от сяоми точнее от рэдми это уже другая как компания как это отдельно суббренд они отделились были просто эйрдотсы такие белые сейчас есть рэдми эйрдот звук в них очень-очень классный насыщенный и очень качественный их сравнивают даже с airpods вот они вот такие в открытом состоянии они заряжаются зарядки какие сахватает три раза чтобы зарядить сами наушники также бывают часто задаваться вопросами как можно отличить подделку от оригинале нужно определить по крышке как бы считая самым таким хорошим способом что не подделывают крышку подделки крышка вот так вот открывается вот в оригинале она открывается нормально все хорошо и еще одним из важных факторов это является что в оригинале очень очень много так и много инструкции ну как инструкция страничек и на таких 10 маленьких но здесь и на разных языках все написано здесь есть русский по моему на 90 какой-то там странице вот он начинается 96 странице также здесь нет зарядки здесь и не должно быть потому как эти наушники считаются бюджетными но как они очень хорошо звучат за свою цену также здесь есть здесь есть разные такие как такие вот резинки которые одеваются на сами наушники вот у меня стоят самые маленькие я их поставил потому что у меня в ухе лучше всего они сидят вот например можно любые поставить под свой размер здесь есть средние маленькие и большие вот хорошие наушники от сяоми за небольшую цену для них 2000 это много но для этих наушников нет потому что например и те же самые ирпоцы от apple стоят 14 или 12 14 тысяч и вот они всего 2000 и они очень хорошо звучат и сравнивают с ирпоцами также нравится мне что когда ты их одеваешь когда ты их одеваешь они как моментально глушит все вокруг тебя совсем уже практически ничего не слышно когда ты их одеваешь даже без музыки и вот подошел момент когда я хочу вам рассказать о том как избавиться от проблемы когда наушники автоматически между собой не сопрягается и не подключается по блютузу то есть вам приходится их доставать 3 секунды между собой сопрягать его зажимать эту кнопку и подключать по блютузу к телефону это неудобно для того чтобы избавиться от этой проблемы нужно зажать на минуту вот эти вот две кнопки вы зажимаете и появляются красные кнопки потом они исчезают опять появляется в общем не смотрите на эти индикаторы просто зажмите их на минуту потом просто заново заново сопрягите как с телефоном и все будет работать они автоматически будут всегда сопрягаться и всегда будут автоматически подключаться как только вы их достанете из чехла наушники очень хорошие очень классные здесь блютуз 5.0 потому что же много современных наушников но как бы не у всех 5.0 блютуз это так с ними можно как очень далеко ходить телефон оставить в одной комнате а уйти там совсем куда-то далеко в общем наушники очень классные рекомендую также я хотел напомнить о том чтобы вы оценили это видео поставили свой лак либо дизлайк если вам что-то не понравилось и всем спасибо за просмотр всем пока